Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами говорить о бренде Крит. Вообще, конечно, это великий бренд, королевский бренд с многовековой историей. И об истории этого бренда говорить нужно, потому что действительно у нас достаточно мало парфюмерных домов, которые славятся именно с историей своего создания. И начну с того, что бренд основан был еще аж в 18 веке, в 1760 году. Основателем бренда Джеймсом Генри Критом. На самом деле, бренд еще славится тем, что до сих пор управляет брендом династия Крит. То есть, все передается от отца к сыну. Ни одной женщины в руководстве бренда не было и никогда не будет, скорее всего. Итак, Джеймс Генри Крит. Изначально он занимался пошивом одежды. И ранее же, в 1760 году, было вообще тяжело что-либо достать. У него была своя лавка, где он продавал одежду. Одежда была достаточно хорошая. Королевский двор ценил. И он был совершенно склонен к парфюмерии. Но не мог он свою жизнь представлять без ароматов. И тогда он решил продавать надушенные перчатки. Королевская знать прознала это дело и заинтересовалась. И тогда он решил, что почему же не продавать ароматы? Ведь тогда, еще в 18 веке, человек, который знал тайны парфюмерии, мог создавать ароматы. Считалось, что он обладает каким-то магическим искусством. Он хранитель тайного знания. Поэтому его дело как раз-таки потерпело огромный успех. И первый аромат, который он создает еще в 1800 году, это был аромат для короля Георга Третьего под названием Royal English Ladder. Это был очень-очень красивый кожаный шипровый аромат. Сейчас его уже, к сожалению, не достать. Но даже те флакончики, которые еще остались, они, конечно, очень-очень винтажные. Действительно, аромат обладает необычайно красивым кожаным звучанием. В 1800 году, как раз когда произошел выпуск этого аромата, Джеймс Генри Крид передает свое дело своему сыну, Генри Второму. Но Генри Второму было не особо интересно все это дело, поэтому он практически не развивал парфюмерный дом. И его сын, Генри Третий, когда взялся за дело, тогда он понял, что дом-то надо возобновлять. Поэтому он создал для королевы Виктории аромат под названием Fleur de Bulgari. Конечно, это был настоящий фурор. Королеве Виктории очень понравился аромат, и уже слава о доме Крид пошла по всей Великобритании, даже за пределы ее вышла. Но в 1804 году дом Крид решает переехать из Туманного Альбиона в Париж. Поэтому, друзья, бренд был основан в Англии. Но так как бренд переехал, и все производство находится во Франции, то все ароматы бренда Крид made in France. То есть все французское производство. Фишка этого бренда еще состоит в том, что, прежде всего, все ароматы именно парфюмерной композиции составляются вручную. Разлив происходит вручную. Более того, это дом, который использует инфузию в возготовлении своей композиции. Инфузия – это древний способ получения эфиромасличного сырья из растений путем воздействия кипящей воды. Это долгий и трудоемкий процесс, но, однако, бренд Крид именно славится этим. Это, скажем так, его фишка. В 1850 году Наполеон III заказывает у дома Крид аромат для себя. И выходит в свет аромат под названием «Квир де Руси» – «Кожа России». Кто-то еще называет его «Русская душа». Вот что удивительно, друзья, этот парфюм был создан с использованием фруктово-амбровых, древесных и кожаных аккордов. Было использовано яблоко, береза. И теперь давайте сделаем аналогию. Береза, яблоко, древесные аккорды – это все составляющие нынешнего сейчас хита среди мужской коллекции Крида Авентуса. Поэтому мы можем смело говорить, что аромат Квир де Руси – это был предшественник нынешнего Авентуса. Затем, когда Наполеон III был очень рад и доволен этой композицией Квир де Руси, он просит для своей супруги, императрицы Евгении, создать тоже аромат. И бренд Крит выпускает парфюм под названием «Жасмин Д'Императрица Евгении». Вот так выглядит аромат. И императрица Евгения тоже была в величайшем восторге от этого парфюма. Но, вроде все замечательно, бренд Крит занял какую-то позицию, такую лидирующую в Европе по созданию ароматов. Однако, в 1921 году великолепный Эвнест Бо выпускает парфюм под названием «Шанель номер 5». И, конечно же, просто вау, это бомба в мире парфюмерии, первое использование альдегидов. И, конечно же, бренд Крит уходит в тень. Долгое время он в этой тени сидел, потому что весь мир говорил и пользовался только «Шанель номер 5». Эвнест Бо был самым лучшим и удающимся парфюмером от тех времен. Это начало 20 века. Однако, спустя какое-то время, премьер-министр Великобритании Муссен Черчилль решил, что пора бы возобновлять родной парфюмерный дом, вытаскивать его из тени. Поэтому он попросил создать специально для него аромат, и дом Крит выпускает аромат табаром. Это очень красивый аромат, состоящий из дымных нот, аромат сигар. Конечно же, без сигар-то никуда, потому что сам Генри Крит, Генри Третий, или там уже запутаешься, какой из этих Генри был. В общем, представитель дома Крит сидел однажды с самим Муссеном Черчиллем, и они курили сигары. Поэтому Черчилль, конечно, заассоциируется с сигарами. И вышел аромат табаром, который просто наполнен этим дымом от сигар, конечно же, немного рома и специй, и пряностей. И многие говорили, что когда тестируешь этот аромат, безусловно, сразу возникает альфакторное воспоминание об Муссене Черчилля. Через 16 лет король Эдуард VIII решил последовать. К примеру, Муссеном Черчилля тоже заказал для себя аромат под названием Виндзор. Он же был герцог виндзорский. Поэтому этот аромат считается совсем уж королевским. Сейчас его выпускают по другим названиям, мы об этом чуть позднее скажем. Но, однако, он до сих пор выпускается в том составе, когда он был там, это еще было начало 20 века. Вот когда он был выпущен, он до сих пор выпускается в неизменном составе. Далее. В 1956 году бренд Крид выпускает специально для Одри Хепберн. Когда она сыграла главную роль в фильме «Завтрак у Тиффани» аромат Spring Flowers. Изначально он был выпущен в минимальном количестве специально для Одри. Но затем, конечно, уже был он растиражирован и перевыпущен именно вот в таком флаконе, в котором мы сейчас можем его встречать. Ранее это было немножко другое издание. Далее. Дом Крид специально к свадьбе князя Ранье и Грейс Келли выпускает аромат для невесты под названием «Флюриссимо». Действительно, именно с этим ароматом Грейс Келли выходила за князя Ранье. Это был, скажем так, подарок князя своей будущей супруге. Далее Дом Крид выпускает аромат для Марлен Дитрих, «Ангелик энценс». Безусловно, курящая Марлен Дитрих была в восторге от этого дурманного парфюма. И она неоднократно признавалась, что это ее любимый аромат на всю жизнь. Далее, в 1984 году выходит аромат «Вит Сивер», ставший любимчиком Джона Кеннеди. То есть мы с вами можем видеть, что действительно великие люди пользовались и до сих пор пользуются ароматами Дома Крид. И нынешняя королева Великобритании Елизавета II тоже использует аромат «Роуз де Булгари». Это ее любимый парфюм марки Крид. Спустя 5 лет, то есть это уже был 1989 год, шейх Ирана тоже заказывает у бренда Крид аромат. И выходит парфюм «Селекцион Вет». Несмотря на, вроде, казалось бы, иранские какие-то корни, должен был быть восточный аромат, но бренда Крид выпустил достаточно легкий и прохладный аромат. Там главный герой – это специи, мята и нерали. И прям шейх Ирана был в диком восторге от этого парфюма. И на данный момент это любимый аромат бывшего секс-символа Голливуда Ричарда Гира. В завершении истории бренда я хочу сказать, что на данный момент брендом управляет прямой потомок Джеймса Генри Крида, Оливер Крид, и помогает ему в этом его сын Эрвин Крид. Также в процессе создания ароматов играет большую роль дочь Оливера Крида – Оливия Крид. Она является арт-директором бренда, поэтому все новые дизайны, новое оформление флаконов, пресс-релизы – это все лежит на ее плечах. Кстати, сам Эрвин Крид – это вот сын Оливера Крида, он уже создал определенное количество ароматов. К примеру, аромат Virgin Island Water – это его творение. Также бренд Крид выпускает широкую банную линию, различные средства по уходу, геля для душа, мыло, свечи. Недавно совершенно, ну в 2015 году бренд выпустил аромат под названием Крид Пуранфон для детей. Это аромат, который содержит минимальное количество спирта. Те клиенты, кто им пользовался, говорили, что он действительно прям детский, он напоминает о ребенке и пахнет он молочной рисовой кашкой. Поэтому, ну прям милота-милота. Мало кто из родителей решается купить именно для своих чат этот парфюм, но многие взрослые, кто любит молочные ароматы, такие мягкие, в интимной посадке, с удовольствием пользуются Кридом для детей. Так, друзья, сейчас я немножко еще хочу с вами поговорить о специфике бренда Крид. Прежде всего, вы должны знать, что все ароматы бренда Крид реализуются без слюды. Такова специфика бренда. Их никто не заворачивает и в России, когда ароматы поступают. То есть это та же фишка, что и у Монталь. Без слюды. Далее, еще такой момент. На некоторых ароматах вы можете встречать такую надпись, как Мелессимы. Она означает лишь одно. У бренда Крид бывают мелизимные ароматы, а бывают не мелизимные. Мелессима слово берет свое начало из виноделия, что означает лучший урожай с лучшей лозы. Таким образом, что, конечно, не все партии могут быть мелизимные. То есть мелизимные партии, их буквально одна в год, когда действительно собираются лучший урожай, самые спелые плоды. И вот эти эфирные масла, получаемые экстракты, получаемые из этих плодов, они используются для изготовления ароматов. Вообще, в парфюмах содержится большое количество натуральных компонентов, в синтетике достаточно мало. Вот, поэтому у всех ароматов очень насыщенное звучание, достаточно громкое, и все ароматы раскрываются на коже постепенно. Раскрытие есть буквально у каждого. Так вот, друзья, мелизимные ароматы от мелизимных не отличаются ничем. Как вам сказать, ну вот по составу различий нет. Однако, те клиенты наши, особенно это если касается разговора об аромате Крит Авентус, многие мужчины, кто им пользуется давно, они видят разницу. Далее у нас есть фирменные пробники, вот есть со спреем, таких в фирменных картонных вкладышах. Есть пробники, которые идут без спрея, тоже заводские. Это вот, к примеру, коллекция Royal Exclusive, Королевские Экклюзивы, там идут без спрея, то есть, как мы видим, наносятся намазом даже палочки. Нет, это заводские пробники. Есть основная масса, конечно, это заводские пробники со спреем. Ароматы представлены в большом количестве объемов, начиная от 30 мл, 50, 75, 120 мл. Кстати, что еще характерно? Как мы с вами привыкли видеть, что тестеры в основном идут в максимальных объемах. Но, однако, у бренда Крит это не так. Тестеры идут, как правило, в ходовых объемах. Поэтому, например, у бренда Крит вы встретите тестер 75 мл, а не 120, потому что 75 более ходовой объем. Друзья, у нас есть еще вот такие прекрасные объемы. Это 500 мл. И 500 мл идет, естественно, без спрея с притертой крышкой. У нас клиенты, кто пьют ароматы просто за поем, берут с удовольствием такие большие объемы, переливают в атомайзеры, в пустые флаконы и с удовольствием используют любимые ароматы. Так что, друзья, мы с вами поговорили о специфике бренда Крит. И сейчас мы будем дальше говорить уже об ароматах в следующих видео. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...